Во Франции прошел первый тур парламентских выборов. Лидирует партия Мари Липен. Подробнее о результатах мы поговорим с политологом Алексеем Юсуповым. Здравствуйте, Алексей. Салют. Партия Липен. Друзья Путина? Среди них наверняка есть друзья Путина. Это все среда, в которой удобно себя чувствуют люди, идущие в разрезе с политическим мейнстримом. Но я, не будучи специалистом именно по французской политике, не могу сказать, каков их процент. Поэтому то, что происходит во Франции, полезно, в том числе для Кремля. Вот этим самым, наверное, нужно описывать эти отношения. Они удобны для двух сторон. Алексей, то, что сейчас происходит во Франции, лидерство партии Липен, это неожиданность? Это как такой надвигающийся на весь политический мейнстрим Европы обвал центра в правую сторону. С одной стороны, кажется, что это ожидалось уже многие годы. И если вы забьете ту же формулировку правый поворот и посмотрите высказывания моих коллег по цеху, вы увидите, что эта тема из года в год повторяется. И раз за разом политологи и политики находят примеры того, что Европа поворачивается, поворачивается, поворачивается. Но видите, как с многими процессами, которые занимают длительное время, есть медленная фаза, а есть такая лабинообразная. Видимо, мы увидели, как вот этот ледник подсползел и сейчас прямо обрушился в сторону центра, потому что французский центр политический по результатам первого тура выглядит как нечто, что уходит в прошлое. Это, конечно, не просто удивительно, но и шокирует и заставляет задумываться о том, какой уже был план президента Макрона. Я слышал у коллег, которые его любят, что это многоходовка, и в итоге сейчас он затянет правых радикалов во власть, они три года поправят, потеряют популярность, потому что во власти ты сразу начинаешь терять популярность, и твои очень простые лозунги нельзя претворить в жизни, и избиратель начинает отворачиваться. И, дескать, это у него такой план на президентские выборы, которые когда-то, через три года, по-моему, чтобы к этому моменту Лепен подошла ослабленной реальным опытом управления страной через своего премьер-министра. Но мне кажется, это какой-то оптимизм, потому что планировать многоходовки в сегодняшней европейской политике – это что-то из области научной фантастики. Мне кажется, все очень банально. Макрон думал, что эти выборы мобилизуют его сторонников, и в результате политический центр, судя по всему, провалился. И у нас рост тех самых краев, которых парламентская демократия всегда боится. Алексей, а это какие-то особенные французские процессы, или вся Европа переживает нечто похожее? Поскольку рост популистов, что справа, что слева, основывается на определенном сантименте, и поскольку европейский общество объединяет одинаковые темы, вот мы знаем по выборам Европарламента, что миграция и вопрос с беженцами занимало чуть ли не первое место в списке тем, которые волнуют людей, которые пришли голосовать, то это происходит везде. Но политические системы – это как такие трафаретные формы, по которым недовольство избирателей течет разными траекториями, разными ручьями. Поэтому сравнивать очень сложно, и поэтому французские перевыборы нельзя взять и перенести на немецкую ситуацию, на итальянскую ситуацию. Но мы видим, что эта тема везде есть, и что радикальные требования взять и поменять всю логику отношения ЕС к мигрантам и беженцам, что она действительно популярна в существенной части электоратуры. Насколько это угрожает, в общем, фундаментальной политической стабильности в Европе? Я бы не говорил не про угрозу стабильности, я бы говорил про угрозу идентичности Европы. Европа, особенно в Западной Европе, особенно в первые послевоенные десятилетия, выглядела как та часть света, которой удается сочетать экономический рост и прогресс с укоренением и развитием гуманистических ценностей на уровне конституции, на уровне реальной политики. То есть прием беженцев это же не какая-то прихоть, это возложенная на самих себя обязательств европейцев, которые знают по своему опыту, чем закончилась Вторая мировая и каким движением беженцев она привела, как людей преследовали именно по групповым признакам. Мне кажется, что сейчас мы скорее видим угрозу идентичности Европы. Европа, которая из-за такого общественного недовольства тем, как конкретно выглядит политика с мигрантами и беженцами, начинает отказываться от гуманистических идеалов, она может существовать, но это будет уже новая Европа, это будет Европа, в которой вот те ценности середины 20 века уже не будут играть такой роли. И мы видим, что идет переоценка, переосмысление многих ценностей, заложенных в праве, ценность суверенности малых стран. Ну, понятно, по каким примерам идет речь. Ценность солидарности с Израилем, как со страной, возникшей как результат от Колокоста и Второй мировой. И точно так же ценность защиты индивида от преследования дома, если она приводит к тому, что мы видим сейчас на дуэтах европейских выборов, возможно, не просуществует так долго, как бы этого хотелось мне и многим другим европейским. Алексей, вот эти правые партии, насколько умеют дружить между собой? Правые партии в разных странах, я имею в виду. Насколько они умеют объединяться, может быть, даже создавать совместную повестку? Ну, это как раз возвращает нас к диагнозу, что есть объективное изменение настроения, но это не означает автоматическое возникновение дееспособного ультраправого политического игрока, одного какого-то фронта. И мы видим это вот практически в последние недели. Топовый кандидат от Адмиратива для Германии дает интервью итальянской газете, в которой комплементарно высказывается про СС, после чего Лепен, по сути, удаляет АФД из своей европейской фракции. Параллельно с этим Орбан сам из нее выходит со своей партией Фидеш, вместе с австрийскими правыми и чешскими ультраправыми создает новую партию. То есть вы видите, что даже у сильных и успешных правых игроков идет постоянное переформатирование и в части ландшафта. Это тоже фрагментация. Это не какой-то единый, гомогенный, готовый к сверхконфронтационной борьбе с центром и с левыми блок. И в этом смысле это органичный процесс, в котором нет единого центра, нет единого демиурга, нет обязательно какой-то общей стратегии. Но опять же, до тех пор, пока настроение общее по континенту скорее фаворизирует такие позиции, простые популистские решения, они скорее всего будут расти. Насколько контакт с реальностью, как вот в итальянском случае, где постфашистка Мелония, это политологический термин из самой Италии, управляет страной, приводит к остепенению, скажем так, к дерадикализации радикалов, это открытый вопрос. Но у самих правых тоже есть 50 оттенков утроправой политической идеи. И вот вокруг этого они пересобираются постоянно. Алексей, вы упомянули АФД, у них был большой съезд в Германии, и против него выходили демонстрации разные, причем демонстрации довольно иногда агрессивные. А объясните, пожалуйста, ну вот мне, человеку, который не привык к тому, что в принципе демонстрации такое частое явление. В России так не было принято, но вот какая-то партия собирается. Чего протестуют-то? Ну, действительно, АФД провели федеральный съезд. Это как бы важное событие, потому что все отделения региональные собираются в какой-то одной точке, и по традиции федеративной страны Германии он всегда происходит где-то в другой точке, то есть такое переходящее знамя. И во многом те города, куда приходит такой съезд, если они управляются не союзниками, а противниками, и в целом, если городское общество, особенно на западе Германии, есть города, где большинство очень жестко отметают позицию АФД. Мы видели это в начале года, когда выходили миллионные митинги против курсирующей в рядах АФД идеи ремиграции. В такой город, если приходит федеральный съезд, эта существенная часть городских жителей может посчитать таким вызовом. То есть это в том числе про их город. Они протестуют про АФД, но конкретно про то, что именно такой федеральный съезд проходит у них. И этим объясняется, я думаю, существенная часть тех 40, 50, 60 тысяч протестующих, те, которые в первый день этого съезда были вокруг мест проведения. Но и потом туда приезжают дополнительно уже такие идейные противники. И чем более они радикальные, тем более они подвижные. То есть для того, чтобы сняться с места, ехать через всю страну и потратить на это несколько дней, обычно это люди, которым прям борьба с правыми что-то означает очень существенно, важное для них. И среди них есть тоже и зеркального образа левые радикалы, которые приходят с закрытыми лицами, чтобы полиция их не опознала, которые приходят с петардами, готовы не просто раздавать листовки и скандировать лозунги, но даже и, скажем так, угрожающе затруднять логистику съезда. И вот вокруг именно таких людей было большое количество стычек, были ранены в полиции, были очень некрасивые сцены, где за счет того, что такие представители левых противников АФД блокировали прямые пути в этот конгресс-холл, в этот зал собраний, полиции пришлось переносить через забор в детскую коляску одного из депутатов АДГ, который пришел туда с женой и с ребенком. Это все генерирует кадры, которые как раз таки ничем не помогают тем, кто в принципе содержательно не согласен с альтернативой для Германии, потому что они выглядят как политическая сила, которая занимается легальным делом, проводит партийные съезды, вокруг них какая-то вакханалия. Поэтому очень смешанный результат этих протестов. С одной стороны, я понимаю, почему это важно для тех, кто там был, и только маленькая часть из них по-настоящему себя вела деструктивно. Но медийная картинка же формируется не из этого, вот в этом парадокс произошедшего. Алексей, хочу успеть поговорить с вами про дебаты Трампа и Байдена и то, как на них реагировали в Европе. Мы видели, что у демократов в Соединенных Штатах была какая-то паника, вроде бы, которая успокоилась. А как европейские действующие политики смотрят на эти дебаты? Дебаты в Берлине вызвали дискомфорт и, возможно, даже элементы паники. Ну, вообще, понимаете, в современном клипованном режиме потребления информации никто не смотрит 90 минут на Джо Байдена, даже если будет профессиональная политика, у вас обычно нет на это времени. А когда вы это делаете именно так, тем более там был сплит-скрин, где они были один с другим, и я так понимаю, что Трамп как раз-таки воспользовался этим очень хорошо и мимикой, и своим присутствием, и реакцией на Байдена. А Байден в то время, когда он не говорил, он таким отсутствующим взглядом просто бесел на один сплит-скрине. Поэтому в этих дебатах основной посыл был не словами передан, а картинкой. И, конечно, это эмоционально вызывает оторопь, если вы, как европейский немецкий политик, понимаете, что, в общем, судьба, в том числе и вашей страны, существенно зависит от исхода вот таких дебатов. Другое дело, почему это не какая-то полная паника, что в отличие от первого раза, когда Трамп становился президентом, понимаете, тогда, когда он пришел в Белый дом, я помню этот момент, в Берлине не было даже понятно, кому звонить из его команды, кто эти люди, собственно, что он планирует делать, потому что риторика одна, а он еще табула раза, непонятно, что он будет делать как политик, в этот раз все более понятно. То есть у него есть платформа, у него есть команда, и Берлин уже много месяцев занимается выстраиванием тихих, спокойных контактов на заднем плане, с его командой на случай его прихода к власти. Это нормальная подготовительная стратегия. Вот, а все остальное в результате станет понятно только когда в первые же дни, в первые же недели начнут проступать приоритеты. Если он изберется, если он снова стать президентом, каковы все-таки приоритеты? Какие вещи были риторическими, а какие были практическими? Пока это сложно угадать, потому что Трамп говорит все возможные слова по всем возможным темам, из них очень сложно вычленять с какой-то видением и ориентироваться на его. Но, Алексей, давайте просто вспомним, как Дональд Трамп говорил о НАТО, когда был президентом Соединенных Штатах, как он говорил об обязанностях своих европейских партнеров оплачивать те обязательства, которые были на себя взяты. Насколько, в общем, Трамп действительно неудобный для немецких, например, политиков американский президент. Ну, именно в этом вопросе, я думаю, в Германии все понимают, что прошла пора тех американских президентов, неважно, какой они партии, как они выглядят, которые были готовы относиться в том числе к Европе и к Германии с такой скидкой. Мы понимаем ваше сложное прошлое, да, вы не должны вкладываться в оборону. Я думаю, все понимают, что кто бы ни избрался, на самом деле эта эпоха прошла, и теперь европейское и немецкое участие в оборонных расходах и финансах Альянса всегда будет выглядеть иначе. Германия впервые достигла двух процентов за долгое время. Это всегда будет темой внутренемецких споров, но в смысле отношения Джо Байден – это последний проевропейский президент. И как бы даже если завтра там снова изберется, внезапно изберется Мишель Обама, она не станет из-за этого не требовать от Германии тратить больше, чем это было при предыдущих президентах, предыдущих концерах. Поэтому в этом смысле неудобен не президент, а неудобен тот факт, что прошел тот век, когда Соединенные Штаты были готовы сквозь пальцы смотреть на такое распределение труда. А это прошло. И это прошло по всем показателям, по промышленным отношениям, по вопросам преференции для американского бизнеса, по сравнению с европейским, по многим другим вещам. То есть просто центр гравитации глобального внимания США смещается на Дальний Восток, смещается в Азию. Европа теряет и свою важность, и свои преференции, свои бонусные очки, которые всегда были у американского политического эстеблишмента. Американский политический эстеблишмент тоже изнутри меняется. Там все меньше европофилов, я не знаю, как это правильно сформулировать. Там все меньше людей, которые себя воспринимают как родственных европейскому политическому ландшафту, этнически, биографически, по взглядам. Там все больше силовиков, которые карьеру делали не где-нибудь в Рамштайне или в Хайдельберге на американских базах, а в Ираке или в Афганистане, или, опять же, на Тайване. То есть, в принципе, это объективный процесс, в котором Германия наконец-то понимает, что она не пуп земли, не пуп американского мировоззрения. Вот, я думаю, мы это видим. Последний вопрос, Алексей. Вот этот призрак Трампа, который надвигается, насколько он по линии НАТО и взаимодействие европейских стран внутри НАТО создает напряжение? Ну, насколько я понимаю, напряжение создает неопределенность, насколько он приходит, в том числе с повесткой мщения своим внутренним противникам и чем это все закончится. Потому что там никому не нужны аппаратные чистки, которые затронул саму дееспособность, например, там, Пентагон или ГАЗДЕ по-американскому. Но по своей сути, я не слышал серьезных политиков, действительно считающих, что Соединенные Штаты идут из НАТО или существенно порежут свое присутствие, потому что это не очень логично логично к интересу. Именно потому, что центр гравитации переходит на Дальний Восток, чем больше НАТО может служить платформой, на которой европейцы сами участвуют своими вкладами в совместных интересах безопасности, тем лучше для Вашингтона. А траектория идет в эту сторону. И Ген Се Крутто, будущий НАТО, конечно же, это представитель европейского класса политиков, который считает, что Трамп не Трамп, все равно европейцы вступили на путь повышения своих трат, и он будет продолжаться многие десятилетия. Это идеально накладывается на американские интересы. Поэтому я думаю, что всерьез пока нет отношения, что предвыборная риторика Трампа, которая является его переговорной стратегией, он сначала пугает, а потом добивается лучших результатов переговоров. Это эффективная стратегия, что это действительно какой-то план. Субтитры создавал DimaTorzok